Естественно, большую часть времени на улице стоит по-настоящему жаркая погода, которая временами не приносит удовольствия, а наоборот вызывает дикий дискомфорт. Как оказалось, подавляющая часть горожан в такую погоду предпочитают оставаться дома. Сижу дома, а вечером в огород. А так, ну, переношу, но тяжеловата для меня жара. Раньше-то спокойно было. На речку надо. По возможности остаюсь дома, где прохладно. А если возможности такой нет? Спасают кондиционеры. Сейчас в каждом учреждении все-таки есть. Обязательно много воды. И отдыхать всем. На море ехать. Мы приехали с Хабаровского края, с Вани, но у нас там как раз у моря туманные дожди. А мы вот как раз здесь неделю греемся, не можем даже вот переклиматизироваться, может быть, как сказать правильно. Не привыкли к температурному режиму, не ощущаем такой жары. Не знаю, мы дома находимся под кондиционером. С ребенком гуляем только вечером. Днем в садике. Поэтому так и переживаем. Головные уборы обязательно, потому что, мало ли, солнечный удар. Чуть-чуть побольше на солнышке побыл и перегрелся. Наиболее восприимчивы к перемене погоды и, конечно же, высоким температурам дети. Кроме того, они, заигравшись, могут не заметить, что стали себя хуже чувствовать. Именно поэтому, во избежание серьезных последствий, во время жары родителям стоит обращать пристальное внимание на своих чат. Тепловой удар – это очень тяжелое поражение. И когда уже тепловой удар, простите, ребенок, как правило, или любой человек находится уже без сознания. Поэтому, конечно же, нужно не допускать. Но для детей правила поведения на солнцепеке, на такой жаре, они, в принципе, классические. Это, в первую очередь, должен быть закрыт волосистая часть головы. Почему это очень важно? Потому что у детей именно под кожей головы находится большое количество сосудов. И поэтому у детей, когда голова закрыта, они зимой не мерзнут, а летом, соответственно, у них меньше вероятность теплового удара, если ребенок с покрытой головой. То есть прямые солнечные лучи практически, ну там буквально, представьте себе, кожа головы – это 2-3 мм максимум. И сразу находятся сосуды, которые перегреваются на солнце. Поэтому голова должна быть всегда закрыта. Второй немаловажный момент – это, конечно же, водный баланс. Безусловно, очень важно именно пить. Не то, что там раз в сутки выпить 3 литра воды. Нет, это бессмысленно. То есть регулярно, то есть многие, я вот так смотрю, ответственные родители, когда идут гулять, берут с собой питье. То есть бутылочка, баночка, любая емкость с водой. При этом надо четко понимать, что Кока-Кола, Пепси-Кола, лимонады не утоляют жажду. Они содержат несколько ложек сахара, растворенных в каждых 100 мл воды. И сахар сам по себе удерживает воду, то есть будет процесс еще хуже. То есть вода будет вокруг сахара концентрироваться. Поэтому это должна быть простая вода, либо чуть соленая. Почему чуть соленая? Потому что с потом мы соль теряем. Вы знаете, что у нас в принципе 4 важных соли в организме. Это калий, натрий, магний и хлор. Соответственно, то есть калий это то, что внутри клетки. Значит, натрий это снаружи клетки. А магний регулирует обмен между калием и натрием. Поэтому это очень важно. Соответственно, минеральные воды. Если дети плохо воспринимают минеральную воду, то достаточно выпустить газ. И вот эта вот чуть-чуть соленая вода будет идеально восполнять весь потерю электролитов у ребенка в жару. В душ ходить чаще только как теплосброс. То есть водой облился сверху. То есть можете, если вы, например, на даче находитесь, то ничто не мешает вам облиться прохладной водой. Но здесь нужно помнить, что если человек не закаленный, не это, то обливание одномоментно ледяной водой – это очень сильный стресс для организма. И если, как говорится, организм уже расслаблен, вернее, ослаблен извинствами всякими нехорошими, то, конечно же, дополнительный стресс может привести к негативным последствиям. Поэтому тут надо быть осторожным. Если вода теплая – да. А если вы накачали только что из скважин ледяной воды и на улице плюс 36, и вы на себя вылили ведро воды, то не удивляйтесь, если вы очнетесь с инфарктом в больнице через полчаса. То есть здесь никаких гарантий. Поэтому вот обливание водой только теплой и, как говорится, если ты это уже раньше делал. Кроме того, избегать сильного солнцепека стоит и людям пожилого возраста, у которых снижена способность к адаптации и перемене климатических условий. Также с осторожностью к жаре необходимо относиться людям, страдающим от излишнего веса, сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. Конечно, во время высоких плюсовых температур всем хочется выехать на водоем. Но не стоит забывать, что на территории Каннска нет ни одного разрешенного места для купания.